Что над духом делает? Ну это водитель нашей машины. Водитель нашей машины. Мы управляем всеми системами. Да. То есть пока мы не контролируем телом, то контролирует телом он. То есть пока мы спим? Да. Мы же не можем контролировать свое тело. Ну на самом деле мы и сейчас по сути дела спим. Потому что ты контролируешь процесс дыхания? Нет. Ты контролируешь то, какие вещества как перерабатываются в крови? Нет? А ты можешь сказать сколько клеток у тебя сейчас умирают, а сколько рождается? Можешь ли ты дать им точное наставление, что вот на такое-то время надо изготовить столько клеток, а столько клеток надо отправить на покой? Угу. Ты даже не знаешь сколько их? Ты даже не знаешь у кого есть стройматериалы для следующей клетки, у кого нет стройматериала. Кто испытывает дефицит в одних стройматериалах, кто в других. Это только потом врачи как уже узнают, что там не хватает тех витаминов, там этих. Но это очень грубо, это с внешней стороны. По внешним признакам, если уже конкретно это целой совокупности клеток не хватило тех или иных ресурсов, в организме началось то или иное отклонение, и тогда медики могут установить, что не хватает кальция, допустим, если кости дохлые. Угу. А по идее мы должны сами знать, что у каждой из наших клеток нужно. Это как то, что идеальный князь должен знать потребности всех граждан своего княжества. Это идеальный князь, да? Да. А до такого состояния, чтобы дойти, это нужно? Тренироваться. Сначала процесс просто жизнедеятельности как-то гармонизировать, потом процесс пищеварения, потом, допустим, процесс дыхания, потом гармонизировать процесс жизнедеятельности на новом, более уже качественном уровне, потом разобраться в свои тонкие тела. Допустим, некоторые тонкие тела у нас могут висеть на орбите планеты, на уровне того места, где мы родились. Некоторые тонкие тела могут находиться в наве или на некоторых деревьях, в некоторых плоскостях. Я имею в виду тонкоматериальные деревья. И есть на одних срезах тонкоматериальные деревья, на которых растут наши тонкие тела. Просто как плоды. И в момент рождения биологического на том дереве созревает и наше тонкое тело. Если оно остается там, его, в принципе, может сорвать и использовать землю. Это символически говоря. Угу. Есть те тонкие тела, которые сразу не могут снизойти на эту землю, учитывая ее деградацию. И они висят на одной из орбит планеты, допустим. Есть указание, какое тонкое тело на какой орбите висит. Это прекрасное тело. Продолжение следует...